Угу, всем привет! Сегодня у нас не совсем обычное видео. Мне предстоит вам рассказать, что задумывалось в начале и что получилось по итогу. Начну с того, что изначально задумка появилась у меня около года назад. Да, в то время, когда вы наблюдали за моим проектом с поселением. Задумка заключалась в том, что от серии к серии я возвожу новые постройки в поселении, тем самым его развивая. Но не это было главной целью. Я хотел, чтобы вы просто наслаждались процессом, а в конце я бы вам показал, что это все не просто так, что создало бы вау-эффект. Но, к сожалению, сезон длился не год, а полгода и закончился весьма рано. Именно поэтому я вам и говорю сейчас, что все не просто так. Помните, я вам постоянно говорил, что форма дорог и районов мне очень важна? Это потому, что вид с птичьего полета на карте должен был сформировать слова, что так вам знакомы. Майн шилд. Майн сверху и под ним шилд. Ведь форма горы только так бы мне и позволила все расположить. А на вершине горы, что между этими словами, я планировал сделать статую, что будто бы высечена из вершины скалы. Это была бы моя дань уважения одному очень важному для меня человеку, которого, к сожалению, уже нет среди живых. Те из вас, кто застали Академию с первого сезона, могли его знать. Это веселый и добрый юноша, что мог поддержать любой разговор и поистине был рад каждому. Хоть я его и знал пару месяцев, но ощущение было, будто знаком всю свою жизнь. Я говорю о русском. И эту статую я задумал именно для него. И по задумке проекта получилось бы, что он в центре Майн шилда. Хоть и не по-настоящему, и вообще на Академии. Впервые задумка того, как будет выглядеть его статуя, появилась у меня в блокноте. Но скажу честно, у меня проблемы с пространственным мышлением. При попытках самому воплотить задумку, получалось не то. А мне это было важно, как никогда. Поэтому я стал искать людей, что могли бы мне помочь. Я обращался к Кристену с Митсу, но моя задумка не по зубам им была. И я понимаю их, я же тоже не смог правильно воплотить задумку. Я еще спрашивал у Хайбрака, как он строил своего горшка, солиста группы Киш. Мне дали ответ, что там через две проги, прежде чем начать само строительство. Посему этот вариант тоже мне не подошел. И вот в середине второго сезона я обратился к Кэтрин. Она как раз тогда на Академии строила много всякого такого, что могло подойти под мою задумку. И так оно и произошло. Через какое-то время Кэтрин показала то, что она прикинула. И это весьма точно было похоже на то, что я ей показывал и объяснял, как должно выглядеть. Она соединила мое описание и внешность его фотографий. А королю, так как его скин в игре был королем. Но как я говорил, сезон закончился раньше задуманного. Поэтому я принял решение, чтобы не переносить возведение деревни, на третьем сезоне я сделаю нечто иное. Но с тем же смыслом, и так как построить статую не успел, то перенесем на третий сезон. Так и труды Кэтрин не пропадут, и задумку можно будет все же воплотить. Как многим известно, проект на этот сезон у меня весьма комплексный. Это статуя, потом музей и помещение для клуба. Но сбор ресурсов для статуи так затянулся и все было весьма сумбурно. Можно сказать, я где-то успел потерять надежду, что вообще сможем или успеем построить статуи. Поэтому я приступил к строительству музея. Именно поэтому вы увидите на момент строительства статуи первые этажи коридоров музея. Но все, что связано с музеем, я покажу вам в видео про музей. Так что не волнуемся, все будет показано, не переживаем. Я и так за все переживаю. Так что вам точно не стоит. И так как проект переносим, то по сути это возведение вершины горы, как она есть, плюс блоки, что нужны были для объема самого очертания образа короля русска. Несмотря на то, что в какой-то момент Кэтрин сама все собрала отдельно, в первой половине третьего сезона с ресами на проект нам помогли Дейзаэ, Хрэл, Кристон и его Бермуды, Наклз и Адреналин. Мой дорогой друг Евгений Кошмалов, также известный как Русска. Я желаю тебе вечной памяти. Мы скучаем по тебе и вечно помним. Продолжение следует...